Я очень коротко буду посвятить вас в суть этого курса. Почему бы вы так вот устроены в этом курсе информатики не совсем так, как у других. У нас лабораторная работа, они на самом деле лабораторная работа. Вы это заметили, вы их делаете, да? Вы приходите, делаете. Они одна даже не похожа на другую. Понятно, что они вот повзрастают по сложности, идут, да? Новые-новые синтактические возможности открывать. Но каждый раз вот что-то нужно реально или близкое к реальному сделку. Там про голубей. Как про голубей? Орла точно. Понравился Орел? Реальная совершенно задачка. Но она, конечно, сложная. Для начала. Но программирование не должно быть абстрактным. Должно быть чисто просто абстрактно решаем задачки и все. Значит, дело в том, что научиться программировать, это не значит выучить синтактические языка. Я вам говорил об этом? Говорил? Это не значит знать алгоритмы. Это еще и приобретение практики программирования. В то же время, без объединяющего курса лекций, который будет давать вам языковую практику, никуда не деться. Дело в том, что любой предмет, любой предмет, который вы будете изучать на этой стихе или потом, он как язык состоит из некоторых понятий и соотношений этих понятий между собой. Понимаете? То есть производную можно брать, но нельзя класть. Понятно, да? То есть интегрировать можно функцию, но нельзя, не знаю, интегрировать, правда, что не функция. В общем, есть определенные понятия. И в этот язык вам надо входить. Когда вы изучаете иностранный язык, есть какой путь? Я бы его назвал классические советские, хотя очень хорошо отношусь к советскому, но почему-то мне кажется, что, может быть, некоторые учителя так учили, а может быть, и сейчас так некоторые учили. Грамматику, долго мы изучаем грамматику языка. Грамматику изучаем, изучаем. А ведь на самом деле, для того, чтобы изучить язык, что надо делать? Надо слушать для начала и говорить. Читать и писать. И вот эти практические составляющие, слушать, говорить, читать и писать, они очень важны. У нас в информатике классическая ошибка в чем? Мы программы не читаем, но пишем. Вы много читали хороших примеров программ? В школе. Вам давали читать программы? Да. На вычетку? Нет. Найди ошибки в программе. Не, ну иное такое было, да. Не было. Но надо сказать, что все равно это такие вот моллюськие. Большие программы такие, хорошо, классно написанные, документации. Вам не давали читать первое время. Поэтому вы, как это называется, на Пушкина программирование не читали, на Гоголя программирование не читали. То есть вы ничего не читали. А вам надо писать. Пиши. Понятно, да? То есть вы пишем, но не читаем практически. Поэтому надо читать хороший программный код. Хорошо написано. Но мы стараемся как-то сбалансировать в этом пути, чтобы у вас были заготовки программного кода, которые вас призывают писать по шаблону более-менее красиво и правильно. Еще будут увидеть. Вот. Еще что? Говорим и слушаем. Да? Вы основном слушаете меня, что я вам говорю. Я надеюсь, что слушаю. Хотя бы онлайн. Слушайте лекции. И это очень важно, потому что, когда я проговариваю понятия, вот, если человек 20 раз услышал, что возьмем производный, то у него уже, когда он слышит производный, у него слово возьмем само приклеивается. Вы знаете, как лектор на экзамене, ну, лектор, экзаменатор, неважно лектор он или нет, экзаменатор на экзамене понимает, что перед ним человек, который плохо учил, или вообще ничего не знает. Даже если у него там идеально списанный билет. Потому что он говорит 2 плюс 2 – четверка рыжая. То есть он может употребить какие-то слова в совершенно непонятном лексическом обороте, то есть что оно недопустимо. Или корова. То есть он спрашивает, если бы он сказал 3 или 5, 2 плюс 2 – коровы. Вы знаете, вот, а может быть, вот если бы он сказал 3, можно сказать, ну, подумай, может быть, побольше. 5 он сказал, ну, подумай, может быть, поменьше. Да, если он говорит вообще что-то непонятное, в этом случае, как бы, ну, как выглядит сдача любого экзамена, по-моему, в мире? Есть общепонятийный, как сказать, область предмета, да, предметная область. В ней есть какие-то понятия, там, наборы, теоремы. Соответственно, она в центре находится ядро предмета. Базовое определение. Ну, такой дебильник, я бы сказал, да, то есть без какого предмет вообще можно не переходить к дороге. Ядро предмета. Вот надо определение базового учительства. То есть когда вы готовитесь к предмету, нужно в первую очередь вот это вот. Да, ну, в принципе, любой преподаватель, он старается, как можно раньше, вас ввести вот, вообще, чтобы с вами разговаривать, потому что нужно, да, в базовое перетение вещи. А билеты, они, конечно, в основном где? Билеты, они в основном, конечно, не тут, а в основном более-менее сложные и темы, разбросанные по всей области предметов. И покрывают не все вопросы предметов. Ну, чисто теоретически, можно написать себе бобы или подчитать только окрестностей вот этих вот. Но обычно как делает преподаватель? Вот у человека, например, три вопроса. Вот ему выпал раз вопрос, два вопроса, три вопроса. Преподаватель слушает. Дальше что делает? Делает пару шагов в сторону. Пробует раз, два, три. Если он делает эти шаги уверенность с этой точки, в сторону от билета, то это что значит? Скорее всего, тут все нормально. То есть у него там плотно знание расположено. То есть он не только саму теорему ее доказательства, да, он там и шутеря дошкал. Не только он умеет алгоритм поиска максимума выучил наизусть, да, а может и подсчитать, сделать его уступающим, не уступающим, то есть какие-то вопросы рядом, да, я еще раз говорю, по самому разговору многое понятно. Поэтому очень важна практика говорения. Значит, и что еще? Да, кто по-другому, по-другому. А кто если студент как бы туда, а он не знает, да, он туда пробует, а он не знает, да, ну давай там еще сюда, а он не знает. Но обычно преподаватель двигается по упрощению в этом случае. Он говорит, так, что-то я, ну да, попроще, еще проще, еще проще. И вот если студент уже добыл до ядра, больше тройки он не получает обычно. То есть если по упрощению дошел до сюда, то обычно это уже либо мелко, либо три. Ну вот. Но такое бывает. Знаете, что после этого бывает? Ну иногда бывает, реально не выучил один билет. Чего-то вот пропустил одно. Да, если студент упирается, говорит, нет, еще спросите меня, дайте мне еще, то преподаватель продолжает, что называется, он начинает изучать, а знает, и он здесь в пределах ядра. Вот какие-то вот базовые вопросы, вы если так все, дебильник, мы ответили, ну как я физики называют, дебильник, да? Не знаете? Нет. Список вопросов дебильник называется. Но если на это все более-менее ничего, можно попытаться дать какие-то снова парочку вопросов извне, да, прыгнуть сюда, сюда, и можно даже защитить четвертый. Но обычно, как дело, уже там заканчивают билеты. Понятно? То есть вот так вот оно устроено обычно. Один раз в жизни мне реально не повезло, мне покупалось конкретно два билета, которые я не знал. Преподаватель по Матану, мне, как сказать, быстро собирался поставить троя. Я сказал, ну давайте еще, и мы сдавали четыре часа, я ответил на все. Он пошел вот это, а потом все вопросы по программе, все остальные. Я защитил и получил оттуда. Но это было жестко. Но вы поймите, что для того, чтобы научиться разговаривать, а это очень важно, вам нужна практика говорения. Мы не можем вас всех вызывать на доске, чтобы все говорили, преподаватель заслушал, как вы говорите. Нет времени тогда. Единственный вариант, это объединение в рабочие группы. Малые рабочие группы, по два-три человека. Нормальные физтехи давно это сообразили. Причем в этих группах должны быть отношения не такие, что один бота, это другие списывают. Понимаете? Или иерархия. Один за ботом передал тем, которые более-менее списали. Потом есть вторая, производные списыватели, которые уже ничего не понимают. Третья, которая пытается буковки скопировать. Я знаю факультеты, где так бывает. Я надеюсь, это не к вам относится. Хотя мы увидим еще. В программном ходе тоже очень заметно. Так что не пытайтесь задавать совсем чужой программный ход. В то же время я вам хочу сказать, я вообще сторонник открытых программ, чтобы программы читались. И правильные отношения, по-моему, между физтехами, с точки зрения учебы, это... Помоги мне, я первое задание не могу решить. Да, вот так пиши тебе. Не надо мне, да? Не-не-не-не-не. Ты мне лучше объясни, как решить. Да? То есть, вот это очень важное взаимоотношение, такое взаимное, бесплатное репетиторство. В этом взаимном, бесплатном репетиторе, скажем, что делаете? Я как преподаватель, если это начнется по информатике, да, вот взаимное, вы начнете говорить, понимаете? То есть, я закрываю вот этот вот пункт, который очень сложно, да? То есть, вы слушаете, слушаете, но ничего не говорите. Вы никому алгоритмы, которые вы поняли, вы их обычно никому не рассказываете. Понятно? Вот это плохо. Вот. Кроме того, что есть возможность, как сказать, потренироваться на своих товарищах, которые будут благоданы, вот, есть возможность поучаствовать в воспитании школьников подрастающего поколения. У нас при физтехе есть физтех-лицей. Вот. И он, надо сказать, жаждет энтузиастов и школьников. Если я с ним имею непосредственную связь, я там, когда преподавал информатику, хорошо знаю директора, вот она меня спрашивает, есть ли у вас хороший студент. Если у вас кто-то имеет педагогические наклонности и хочет что-нибудь там задвинуть школьников или взять парочку школьников, сделать с ними проект, вы можете ко мне подойти, связаться через контакт, я вас состыкую с директором. Хорошо? Или это напрямую со школьников. Так. Это в любом случае будет очень большая вам польза для практики проговаривания. Ясно? Так, ладно. Теперь с вами поехали к темам. Открыли тетрадку? Итак, мы с вами не очень хорошо позанимались со списком, как со стеком. Давайте с вами решим следующую простую задачу. Использование списка, как стек. Допустим, мне требуется считать некоторое количество чисел, а потом вывести их на экран в обратный порядок. То есть, вывести n чисел, n чисел, зато на берет. Очевидно, что эта задача вообще не однопроходная, потому что она требует запоминания всех этих чисел. Пока я не узнаю последнее число, мне нужно помнить все предыдущие, потому что последнее число я должен буду вывести первое. Структура данных, которая для этого подходит, называется стек. Или еще ее называют очередь лифо. Стек это то же самое, что очередь лифо. Last in, first out. Последний вошел, первый вышел. То есть, такой стаканчик. Вот вошли, и тот, кто вошел последним, выходит первым. Или можно сравнить еще с тупиком для разворота поезда. Поезд подходит, загоряет свои вагоны, а потом заново стартует вперед. Вот это вот называется стек. Вот мы сейчас будем использовать список как стек. Итак, давайте с вами считаем. Читаем количество элементов первой строкой. Затем я завожу себе этот самый список, а назову его, в который я сейчас пока ничего не кладу. я допишу до конца, потом сделаю вперед. Затем я совершаю n итерации for a in range n и закладываю в стек при помощи метода append. Метод append добавляет в конец. Что я добавляю туда? Ну, я сейчас буду предполагать, что целых числа. У меня есть поток целых чисел. append, int, input. Каждое число в новой строке. После чего я что делаю? Распечатываю эти элементы, но я сейчас сделаю так, чтобы у меня удалять их при этом из списка. Я тоже делаю n итерации for a in range n и делаю так. Я сделал две операции. x равно a точка поп x равно a точка поп скобки и принт x. Я хочу просто подчеркнуть, что операция поп возвращает значение. И возвращает она значение, которое в самом конце списка находится. Она возвращает значение и одновременно с этим удаляет последние элементы списка. По сумму список является расширяемым в конце, то есть он как бы массив, но полубесконечный. То есть его можно расширять вправо. Как это организовано вас сейчас не касается. Но как будто вы там всегда появляется оперативная память по необходимости. Соответственно удалить последний элемент ничего не стоит. Мы просто себе в счетчике поставили, что теперь длина на единичку меньше. Все. Даже его физически не надо удалять. Просто отметили, что длина короче стала. А если там много памяти, может быть ее освободить можно частично. Но это уже нас не касается. Но смысл в том, что вот эта операция она берет элемент с конца списка, возвращает качественное значение, то есть можно присвоить и сохранить. А при этом сам последний элемент удаляется. Отдыхаем пять минут. Пожалуйста, постарайтесь поставить супер алгоритмы, такие покруче, помощнее, побыстрее. Это такие мировые соревнования. Команда Фистета очень хорошо участвует на мировом уровне. В том числе, она в России там рвет всех. Там в основном футболе, конечно, заправляют, но можно к ним пробиться, прижелать. А второе соревнования есть CTF. Как это такое? Это соревнования по позону безопасности. Если кто-то интересуется, вам рекомендую подойти на капельку в видеоролюбе в подлесках и выяснить подробности. Можно, не можно. Если вы показываете большие надежды, через сигналисты можно тоже добраться в этих вещей. Ну, в общем, можно. Ладно, вращаясь. Значит, понятно, да? Что вот так можно использовать список как стэк. Правда, у вас не каин вопрос, а как использовать список как обычную очередь? Можно ли использовать список как обычную очередь? То есть, FIFO First In, First Out. Список как очередь. Да? А именно, давайте, FIFO First In, First Out. то есть, вот пришел, да? Пришел, пришел, а первый, который пришел, первый ушел. То есть, он дождался, когда его возьмут и пошел. Да? То есть, у меня очередь, она для многих вещей может быть, то, что там, для отложенного использования, для отложенного взятия, то есть, мы допикиваем, потом берем, но не последнего, а не первого. в этом случае мы можем либо начало списка вот тут сделать, либо вот тут, как список будет непринципиально. Но вопрос вот такой, что у нас есть готовый, удобный способ добавления в конец метод FIFO, но нет удобного добавления способа добавления в начало. Нет, ну, в принципе, есть, но давайте сейчас не будем пользоваться встроенными, а вот те, которые адаптические, простые и припективные, реально однако. Значит, что мне нужно делать? Если я хочу добавлять в начало, то мне нужно всех двигать. Давайте я лучше буду добавлять в конец. То есть, сейчас будет логика, у меня как раз другая. Я буду добавлять элемент, когда новый элемент появляется, добавлять в конец, изменяя на север. То есть, у меня push внутрь этого списка, он будет фактически и пен, да? То есть, давайте а вот брать из начала и удалять при этом, это не будет у меня более сложной операцией. Почему? Вот я этот элемент, я его как бы в x себе хочу вытащить, да? То есть, я хочу сделать поп, но не с конца, а с начальника. То есть, я себе это значение там 1, 2, 3, 4, 5, ну, допустим, 6, да? Вот это ничто я себе вытащил, а затем мне нужно что сделать? Я вам это показываю, как это выдаешь, да? Или нет? Не показываю? Не показываю? Мне надо скопировать эти элементы. При этом очень важно то, что я буду двигаться слева направо. То есть, я буду копировать элементы вот так, да, вот я элемент копирую и перехожу к следующему. Из следующего в предыдущий и так далее. тогда у меня произойдет следующее. Двойка перетрет уже спасенную единицу. Тройка перетрет уже спасенную двойку. Четверка уже спасенную тройку, пятерка уже спасенную четверку, да, и шестерка уже спасенную пятерку. А эту четверку можно смело удалять, то есть делать обычный коп, да, и ее просто удалять и все. Ясно? это получается сдвиг влево в списке. Сдвиг влево. Есть? Давайте реализуем его, да, чтобы было понятно что у нас получается, что я спасаю вначале первый элемент восьмом, давайте так, добавление, добавление, это у нас просто отлечка вверх. Добавление в конец, да, добавление в конец, добавление в конец, а потом взятие с начала, взятие из начала, и вот это взятие из начала будет не очень просто. Итак, поехали. Во-первых, число копируем, а ну и боем. Все, число мы оттуда добыли. осталось все аккуратненько сдвинуть. Что я делаю? Я пробегаю for i in range от чего? нуля в любой элемент первый, второй, n-2, n-1. n-1 нет. Нет. Их всего n, начиная с нуля, значит, последний имеет цель минус 1. Получается, что мне нужно копирование совершить на одно меньше, чем элемент. То есть, не n раз копировать, а n минус один раз мне нужно совершить вот эту операцию копирование. Поэтому у меня n range не n, а n-1. И реально достигаться при этом будет n-2 значение. Мне так и надо, потому что я буду копировать в и д-элемент копировать значение и плюс первого элемента. Это и есть вот это копирование подтягивания. Скопировать в предыдущие значения следующего и перейти дальше в следующий. Раз, скопировали и решили. Таким образом, таким образом, у меня все сейчас элементы вот так скопировались, но пока я еще не удалил эту шестерку. Ее я удалю очень просто. я сделаю а точка коп, при этом я сохранять это число уже никуда не буду, не требуется. Просто не требуется сохранить. Все. Вот теперь вот это вот все действие, оно у меня является цельным. Это взятие элемента из начала. Понятно, сколько операций мы требуем? n-1 присваивание тут, еще n-1 присваивание н-1 операций. Равна в длине списка, сколько нам элементов, столько надо операций, чтобы удалить элемент из начала. Да? То есть вот эта сложность, да, сложность вот этого вот, сложность этой операции O-R-N. в том же время, петон обладает не эффективными, асимптотически неэффективными операциями, но ради удобства конечного пользователя, в том числе, и конечного программистов, да, они заложены в язык. Поэтому вместо всего вот этого на самом деле можно просто написать x равно A.POP 0. x равно A.POP 0. При этом надо понимать, что эта операция не из дешевых. То есть записывается так же коротко, как просто A.POP, но при этом она добывает элемент с индексом 0, а для этого она осуществляет вот этот вот сдвиг значений. Понятно? Поэтому это не дешевая операция, она выполняется долго, хотя пишется коротко. Ясно? Есть еще такая штука, как, значит, вы научились использовать список как очередь, если вдруг вам понадобится, вы можете сделать, да? Так, ну, списки как стеки, я даже не буду отдельно оформлять, потому что там просто вот, и вверх, и вверх, и вверх, пожалуйста, вот и не все. Там даже отдельный писатель будет. Там сразу алгорюм нагнали и все. Так, циклический сдвиг. Циклический сдвиг будет практически вот тем, что тут есть. Циклический сдвиг в списке. Циклический сдвиг в массиве можно написать. Так, потому что он будет производиться именно так же. Что это значит? В этом случае у нас первый элемент уходит в последний элемент. Значение первого уходит в самый последний. Это единственная не циклическая операция. А все остальные, если она не может быть выполнена при помощи цикла, а все остальные будут сделаны точно так же, как и там. То есть здесь уже все у нас заготовлено, осталось только что. Спасти во время элемент TMP я спасаю значение, а потом делаю вот это поэлементное присваивание и TMP равно а ну и ну. Затем я пробегаю с помощью i и range n-1 а иначе я выйду за границей. И что я делаю? Присваиваю два а питы значения а и плюс первого. То есть предыдущие предсваивали значения следующие. И в самом конце я в последний элемент просто минус первого оттянусь до него, чтобы не писать LEN A. Ну N A ну я здесь N пишу, можно N-1 написать. N количество рементов LEN A. Ну я просто в минус первый элемент положу TMP ясно? Это циклический сдвиг влево. Циклический сдвиг влево. Ну конечно же легко написать циклический сдвиг вправо, то и логика понятна. То же самое. Раз, два, три, четыре, да, перед этим значение спасти во время переменной, а после цикла бросить ее в нулевой индекс. Да? Поехали, пишем T, V равно A минус первое, последний элемент спасли. Теперь A теперь начинается проблема. Если я начну вот это вот действие делать слева направо, то есть I range от нуля до N-1, то у меня произойдут копирования как 1, 2, 3, 4, 5. У меня единичка скопируется во второй элемент. Второй элемент синтексом 1. Потом эта же единичка скопируется сюда, и в общем эта единичка заполонит весь мой массив, перебрет все. То есть эту операцию надо делать не слева направо, а точно так же. То есть подтягивать, шагать, справа налево больше, меньше, здесь порядок имеет значение действия. То есть мне очень важно какой этот range, как бы слева на какой шаг у него, какой степ. Поэтому здесь я напишу for i in range. Значит, что я здесь делаю? Я буду пробегать по н-2, начиная с n-1. но это с n-1. Я сейчас буду в it копировать значение i-1. Поэтому у меня с n-1 до элемента с индексом 1. То есть стопа будет у меня 0. Тогда я пишу n-1 элемента включительно по нулевой не включительно шаг минус 1. И что я делаю? Я в it элемент копирую значение предыдущего индекса а и минус первого. Понятно, да? То есть в этот, этот, в этот, этот, в последний что? Значит, у нас будет i равно единичке последнее. В первой копирую значение нулевого. осталось только что в нулевой элемент записать то, что у нас спасено из последнего. Вот это циклический сдвиг вправо. Как видите, не совсем тривиально из-за вот этой тонкости. Чтобы не раскопировать одно и то же значение по всему сприку. Так. Ну что ж, с циклическим сдвигом все. Теперь следующее. Это поиск корня функции метода беседы или двоичных поисков. Это простой алгоритм, который мы должны знать в школе по идее. Смысл следующий. Есть в математическом анализе функция лемма о промежуточных значениях непрерывной функции. Слышали так? Да. Что она о чем она говорит? Давайте я озвучу коротко. Что функция непрерывная на промежутке АВ принимает все значения начиная от Ф от А до Ф от Б. Ну как минимум. То есть она может выглядеть не за пределы, но все значения в этом промежутке она принесет. В качестве частного случая я могу утверждать что функция знакопеременная на отрезке если она непрерывная в данном отрезке она обязательно имеет как минимум один корень. Она как минимум в один раз пересекает ось от да это из-за непрерывности и знакопеременности. И вот соответственно есть два условия где гарантируют наличие корня. И в каком-то смысле я уже заранее имея А и В то есть когда мне сказали что у тебя есть функция f от x непрерывная так и у меня f от А умноженное на f непрерывное на АВ очень важно что она на этом промежутке непрерывная а не где-то f от А умноженное f от Б меньше нуля ну знакопеременности. Значит что у меня точно есть так я сразу этот корень и скажу вот знаете где он посередине я скажу корень посередине конечно же посередине вот ну конечно же с погрешностью это дело написано какая погрешность ну какая вы минуса пополам но я корень точно знаю вот я показал на него с погрешностью вот а теперь вопрос можно ли уменьшить эту погрешность и ответ конечно же да давайте Давайте рассмотрим, собственно, ну я сейчас нарисую эту функцию знакопеременность, в смысле вот так вот примерно знакопеременность, да? Я стреляю в середину, называю буквой C, A, B, C, так? Ну или middle. Стреляю в эту середину, которая равна A плюс B попала, и спрашиваю, если у меня, значит, пока у меня B минус A больше, чем дважды требуемая погрешность, да? Потому что я знаю, что EPS это требуемая погрешность, давайте я ее какую-нибудь допишу, EPS равно 0.0001, ну так вот, A и B заданы функция есть, я сейчас не буду конкретизировать, да, вот как я буду видеть, пока B минус A у меня больше, чем дважды погрешность требуемая, я буду что делать? Стреляют в середину, B плюс A попала, ну лябл, это, естественно, наше подробное число, так? Дальше что я делаю? Итак, если у меня, ну тут возможно три варианта, ну, во-первых, в C могу угодить прямо в корень, ну и вопрос, что мне делать, если оно угодило прямо в корень? Может быть сразу нужно заканчивать алгоритм, но тогда вопрос с какой погрешностью? Непонятно. Вот поэтому тут такой тонкий момент, да, что делать в этом случае, не совсем неприятный на самом деле, лучше бы этого не было. Да, ну давайте скажем так, если F код C равно 0, друг, дай бог, в этом случае, я вообще сделаю return C, ну предполагаю, что все это функция под названием bisection, да? Ну, можно, кстати, ее и оформить, например, B, bisection, которая получает в качестве параметров A, B и F. Ну, собственно, и x могла бы получать в качестве параметра, запятая, и этот параметр имеет значение по умолчанию, сколько закрывается, угадает больше. У вас не смутило то, что это было? Нет. Все хорошо, делаем все дальше. Значение параметра по умолчанию. То есть это может функцию, может быть, называться тремя параметром, не указывая это. А функцию, то, что я передаю в качестве аргумента, ну это можно. Выражение. Просто я беру и передаю саму функцию, говорю, вот этой функцией, пожалуйста, пользуйся там внутри себя. Понятно? То есть bisection у меня, bisection у меня получился, как, не знаю, некий функтор, который принял функцию, как молоток для использования и для вычислений. Понятно? Ну, и буду пользоваться сейчас, да, вот эту оцелку нужно сделать. Что я теперь делаю? Все, ладно, корнули. Значит, теперь я не буду даже else писать, потому что return, все, закрыл мне этот вопрос. А теперь я рассматриваю. Если у меня f от а, у меня есть кричина, f от c не ноль, f от а и f от b тоже не ноль. Если f от а умножить на f от c меньше нуля, это значит, что у меня функция, так, вот, f от c и f от а. Правда, у меня не меньше нуля, а как раз больше нуля получилось. Но если бы так было, это бы значило, что это подходящий, c является подходящим b правым термалом. Но я это напишу вот так. a, b равно a, c. Понятно? То есть в качестве номера a и b будут a и c. Хотя ясное дело, что про a тут можно не писать, потому что b равно c взять. Но я напишу. Теперь иначе, поскольку ситуация с f от c равного не исключена, то я напишу просто else. А иначе в качестве a и b я возьму комод. c, b. Да? Вот так вот. Чего не хватает, знаете? Не хватает уверенности, что f от а умножить на f от c меньше нуля. Ну давайте так и напишем вот здесь вот, что я утверждаю, assert, что f от а умножить на f от b меньше нуля. И пусть, ребята, пусть только окажутся больше либо равных. Потому что в этом случае assert вылетит с ошибкой. То есть он проверит это. Например, вычислить, проверить. А? Так можно писать, да? А? Так можно писать. Так можно писать. Я утверждаю, и дальше математическое выражение. А? Это использование этих утверждений, в принципе, бывает важно. Оно делает программу менее устойчивой, но более корректной. Потому что иначе бисекшен будет работать некорректно. То есть у вас а умножить на f от b больше нуля. Согласитесь? Оно в принципе, как сказать, и то, и то, оно вообще непонятно, от чего будет исходиться. Поэтому, чтобы программа работала более корректно. Но зато, если вы вызываете эту функцию для недопровежутка, то она вместо того, чтобы вернуть какой-то результат, она вылетит с ошибкой. Программа просто прерывается. Тут всегда нужно делать выбор. Либо в пользу корректности программы, либо в пользу устойчивости. Или если сравнивать с полетом ракеты. Вот это будет ракета. Можно? Ракета у вас стартует. И у вас требуется, у вас какая-то неполадочка возникла. Ракета должна все равно продолжать лететь. А, ладно, не хай. Как сказать, чуть-чуть не туда, но все равно на территорию противника. Или вы должны принять решение, что, как сказать, нет, надо срочно, как называется, экстренное приземление. То есть нужно прерывать полет совершенно. То есть не нужно не пускать космический мусор, чтобы все, она пошла вообще не по ней расчетной траектории. Нужно ее просто тут же уничтожать на месте. Понятно? То есть либо экзит с ошибкой, да, то есть внезапное прерывание, да, ну, не экзит, да, какой-то там рейс, какой-нибудь exception. Ну, и сердце является хорошим методом уверенности в том, что программа работает как надо. В этом месте обязательно должно быть так. Ясно? Ладно. Это практика. Собственно, в принципе, все. Про поиск корня функции методом бисекции. Конечно, я вам рассказал на уровне того, как это информатики рассказывают. Но вычислители математики с вас там три шкуры издерут, потому что там нужна устойчивость, аппроксимация, сходимость и все прочие вещи. Вот. Так что вы еще научитесь хорошо это делать. А сейчас я хочу вам сказать про поиск корня, прошу прощения, поиск значения в упорядоченном массиве. Если у вас, если у вас есть большой-большой список и в нем надо искать, то классический поиск, есть там число или нет, если есть, то где, он занимает время равное n. То есть вам нужно пробежать, ну, минимум, так сказать, ну, минимум один элемент, конечно, да, но вероятнее всего до половины списка бежать придется. Ну, так среднестатистически. Да, n пополам. В общем, все равно пропорциональное количество элементов. Пропорциональное n. А можно ли это делать быстрее? Ответ. Да. Собственно, называется тоже бисекция, хотя чаще говорят двоичный квас. Двоичный квас. Да. Двоичный квас в массиве, слов, как список. Итак, давайте какой-нибудь список прямо готовый сейчас напишу. Вот просто готовый. А равно 2,3,3,5,5,5,5,7,12,18,19,19,21,48,10. Ну, вот я специально сделал его возрастающим, да, точнее, не убывающим, потому что в нем есть повторяющиеся элементы. Если в списке есть повторяющиеся элементы. А? Черт. Черт. А, ну. Короче, как я буду искать какое-либо ключевое значение? Ну, вот мне введем ключевое значение. И равно ин, ин, ин. Мне нужно ответить на вопрос, где сие? Где сие? Как мне будет? Смотрите. Вот представьте себе, что мне ввели двойку. Понятно, я должен вывести, допустим, 0. Да? А если мне пятерку ввести, что я буду вывести? Первое. А? Первое вхождение. А есть оба варианта. Помните, понимаете, вот как коиск под строки в строке, да? И первое вхождение, и последнее вхождение. По-хорошему мне нужно и первое вхождение, и последнее. А если ищу шестерку? Вот мне нужно придумать сейчас интерфейс для функции, который мне что-то введет, даже если она нашла шестерку. Притом желательно устойчиво. А не так, что, о, ошибка, все. Я должен, не так, что я жду из нее или индекс, или ошибку, а так, чтобы я из нее что-то ждал. Например, индекс. Вот смотрите. Давайте я так. Если у меня ищут шестерку, то я буду возвращать верхнюю гранитку. То есть upper bound. То есть, вот, например, для шестерки это будет верхняя граница. Upper bound. Понятно? Да и для пятерки это будет верхняя граница. То есть, то, что как бы за пределами индекс, индекс, да, 0, 1, не сама сибирка, а именно индекс. Верхняя граница. То есть, по этому индексу лежит, соответственно, нечто большее, чем искомый элемент. Понятно? И, соответственно, lower bound. Lower bound. Это у меня будет нижняя граница. Причем, есть такая особенность. Если у меня вдруг мы будем искать значение... Это я сейчас для пятерки нарисовал. А если я вдруг буду искать значение 50, в этом случае lower bound у меня будет показывать вот сюда, а upper bound... Ну, ничего страшного, за пределами. Потому что я не собираюсь по этим мысляцам реально ходить, не спросив, что по ним лежит. Понятно? То есть, да, у меня upper bound будет, вгляд, от пятерести, например, лежать за пределами списка. А если я ищу двоечку, то lower bound у меня указывает... Ну, левее, да? Значит, что у меня дальше получается? Что у меня... Если я буду искать число единичка, то где для единички находятся lower bound и upper bound? Оба указывают туда. То есть, они оба вот там. Так, скажем, не там, прошу прощения, а upper bound указывают на двойку. То есть, единичка левее двойки. А lower bound на минус единичку. На минус и первый индекс. То есть, upper bound и lower bound, они всегда получаются... Как сказать, могут сомкнуться рядышком, если что. Понятно логика? Теперь смотрите. Я напишу вот такую функцию. Def... Я ее прям тут начну писать. Def... Давайте искать верх, выбираю. Upper bound. Мне для этого требуется, чтобы она работала, собственно, список. Возраст по возрастанию упорядоченной. И ключевое значение i, которое я собираюсь взять. Но я вот тут в этом месте ее и буду вызывать, и как-то с ней дальше работаю. Да, я всегда смогу проверить, если у меня вдруг upper bound и lower bound рядышком вдруг оказались. Значит, элемента такого просто не нашлось в списке. Да? Если они тут рядышком совсем. Ладно. Так вот. Я еще как верхнюю границу. Я сделаю так. Левый... Left... У меня будет за пределы минус один. Right... У меня будет... Len A. Это как бы барьерный индекс. Наподобие lower bound и upper bound. Правда, здесь я ищу upper bound. И left у меня не будет lower boundом. То есть он у меня будет допускать. То есть A от left, если в принципе имеет смысл, A от left, если в принципе имеет смысл, то он у меня, я утверждаю, будет меньше либо равен, чем ключевой элемент. А еще я утверждаю, но я не буду сейчас эсерфами это писать, но еще я утверждаю, что если у меня элемент A от right существует, то этот элемент у меня больше, чем ключевой. Ну, то есть A right у меня будет сейчас двигать как можно левее, а A как можно правее. Очевидно, что в самом конце, если я смогу приближать этот right элемент друг к другу, то очевидно, что у меня в итоге right будет указывать на верхнюю границу, на турбалу. Я его верну в качестве резюмка. Таким образом, что я буду делать сейчас? Пока у меня right минус left больше единички, а оно должно закончиться ситуацией, когда они вот рядышком, на соседние элементы показывают, когда равно единице разница между ними. я буду делать так, если у меня элемент по индексу, а, прошу прощения, middle задолго, вычисляем серединку, middle равно left плюс right, left плюс right, в скобках, нацело поделить надо. Нацело. Нацело. Да? Если у меня там не кратно, ну ничего страшного, что он чуть-чуть не в серединку ударит. Как раз самое главное, чтобы он в целое число попадал. Нет, индекс брать. А теперь я говорю, если у меня a под middle a под middle больше, чем ключ, двойточек. в этом случае он прекрасно подойдет в качестве правого, нового правого. И этот правый ближе к левому. То есть я ударил в серединку. Так, то есть все соответствует методу диссекции для функции. Я ударил в серединку и оказалось, что элемент по этому индексу у меня больше ключевого. Значит, он новый правый. right равно middle. иначе в данном случае у меня третий случай исключен. Потому что left, он может быть right. Ничего страшного. То есть left у меня будет проезжать по этим пятеркам, пока не сомкнется left и right будут досюда. И тогда-то этот right я верну в качестве upper bound. То есть else, что я говорю, right, о, прошлое left, он не будет. left равно middle. Зачем я вам сразу рассказываю вот этот алгоритм в эти находки? Во-первых, потому что она обладает очень хорошей эффективностью. Очень хорошей эффективностью. То есть у вас там 1024 элемента, за 10 вот таких вот сравнений вы найдете элемент. если список упорядочен. Логарифт по основанию 2 от m. То есть у вас количество элементов растет быстренько, а логарифт, он, вы знаете, медленная функция. Да? А логарифт растет медленнее. То есть у вас количество элементов выросло в два раза, а операция по поиску выросла всего лишь на одну. Понятно? еще в два раза увеличилось количество элементов. Плюс одна операция. В половину ударить и разобраться в левую половину или в правую. Правда? Какой бы ни был толщины словарь, вы находите в этом словаре слово очень быстро. вы открываете середину, сравниваете словарно налево или направо, сразу у вас искомое пространство стало в два раза меньше. Понятно? Вот это вот такая логика. Единственное, что надо понимать, что мы сейчас добились, четко определив понятие, что мы ищем, мы добились устойчивости, но функция upper bound не напрямую возвращает индекс элементов. Да? Можно полностью аналогично писать lower bound в одном месте будет изменение, больше там на больше либо равно и все. Будет lower bound. Да? Я не буду оптимизировать, пытаться еще ускорить, но смысл в том, что если у нас есть и так, и так, мы точно можем сказать сколько элементов да? И где они находятся, если они нет. Так, ладно. А что еще? Я вас должен была задачить. Алгоритм есть, он классный, но он работает только в порядочной списке. В порядочной списке. А значит нам что надо? Научиться их упорядочить. Ну и этим мы с вами займемся несколько ближайших лет. Сегодня, поскольку время у нас уже близится к самому концу, я вам успею рассказать наверное один алгоритм. Этот алгоритм называется сортировка обезьян. я рассказал своим детям и им так понравилось. Смысл следующий. Обезьяна судя по реакции хозяина может определить отсортированный массив или нет. Кто хозяин говорит? Молодец или не молодец? Если отсортирован, то он дает ей конфету. И все. Обезьяна как она будет сделать? Причем себе, что у нее тут сложно сомить. Она потрясла, раз, высыпала, разложила, нет, не дал конфету. Надо еще потрясти. Потрясла еще раз. Курсица, которая будет перекасовывать, есть реализованные в питоне. Нам не надо сейчас ее писать, потому что написать ее не так-то просто. Генерация случайной перестановки это дело непростое. Тем не менее. Сортировка объекта еще называется bogus sord. Давайте так назовем B маленький sord. что нам требуется для этого? Ну, список A больше ничего не требуется. Ну, сказать, что нам потребуется для реализации подключить библиотеку рендер. А конкретно мне понадобится мет shuffle from random import shuffle. это и есть функция случайного перемешивания. И еще, я сейчас воспользуюсь стандартной функцией сортировки и стандартным сравнением списков друг с другом, чтобы функция выглядела коротко. Есть стандартная функция сортировки массивов, но не надо ей пользоваться, потому что пока вы не поймете, как сортировки работают, вы должны уметь их реализовывать. А уже потом будете а, ну ладно, стандартная функция сортировки. А сейчас просто потому, что иначе будет трудно хозяин проверять и говорить да, сортирован или не сортирован. Итак, что я делаю? Пока а не равен пока not while not а равно-равно сотену а пока а не равен а отсортированному ну короче говоря, пока а не отсортирован что делать? Шарфу а когда закончится цикл это значит, что а равно сорта а все можно возвращать а в качестве ретер а тадам все очень просто вопрос как того что а быстро ли работает долгарение надо заметить, что здесь сейчас давайте будем игнорировать количество операций необходимых на проверку сортированности если это оптимизировать можно сделать ее пропорциональное количество n то есть пробежаться однопроходным алгоритмом проверка свойства последовательности проверка свойства последовательности чтобы каждая пара упорядочена за n операций за n минус одну операцию перетасовка сложно реализуема неважно сейчас сколько допустим это делается за одну операцию но сколько этих операций будет n факториал n факториал количество перестановок n элементов n объектов различающихся в n позициях равно n факториал в среднем комбинаторе соответственно у нас асимплотика этого алгоритма равна от n факториал факториал очень быстро возрастающая функция факториал 2 2 3 6 5 5 6 5 12 6 5 60 да для 6 это будет 6 360 понятно что факториал 10 это уже огромная число отсоркировать массив размера 10 обезьяна еще может быть когда-нибудь сможет да а так конечно это естественно чисто учебная сортировка я на ней показываю что алгоритм имеет значение да и какие бывают асимптотики вот такая асимптотика если бы алгоритмов лучше чем этого не было то можно было бы сразу этот алгоритм или почти сразу хоронить или делать на нем в каком-нибудь методе шифровать потому что если алгоритм у нас очень сложный непреодолимый он называется еще мп сложный объект ну на этом давайте на сегодня закончим пока спасибо 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 Спасибо.